В Ненецком региональном центре развития образования состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «О школе с любовью», а также подведены итоги викторины для школьников знатоки Ненецкого округа. Оба мероприятия приурочены к 90-летию со дня образования региона. Ученику первой школы Марку Митянину участвовать в конкурсе «О школе с любовью» посоветовала мама. Второклассник с радостью согласился и сам выбрал тему. Героиней его сочинения стала Александра Кожевина. Когда мне рассказали это в школьном музее, мне очень понравился ее героический поступок. И я решил про нее написать сочинение. Она закончила первую школу с отличием. И когда была Великая Отечественная война, она была радисткой на буксире «Консомолец». Всего в конкурсе участвовало 56 человек, в том числе и 11-классник Никита Зубанков. Я уже долгое количество времени коплю эмоции. И вот вся память о школе, она копилась в моей голове. И я даже не думал о награде, о первом месте. Я просто решил отплатить своей школе, написав о ней теплые и душевные слова. Тему я выбрал, потому что она подходила под мои мысли. Я подумал, что она достаточно простая, чтобы отразить все, что я думаю о своей школе. В конкурсе сочинений о школе с любовью было несколько номинаций, по которым дети могли выразить свое мнение о школе, поблагодарить учителей, представить, какой школа может быть в будущем и все свои теплые слова благодарности выразить на бумаге. В этот же день наградили участников и призеров викторины знатоки Ниньского автономного округа. Ребятам предстояло ответить на целый ряд вопросов по Ниньскому автономному округу. И те, которые дали правильный ответ на наибольшее количество вопросов, они стали победителями и призерами нашей викторины знатоков о Ниньском автономном округе. Ну и хотелось бы сказать, что вот это мероприятие, викторина знатоки Ниньского автономного округа, она традиционная. И она всегда проводится в преддвериях празднования дня образования Ниньского автономного округа. Поэтому ребята всегда к ней готовятся очень тщательно и всегда победители и призеры набирают очень высокое количество баллов. Мероприятие проходило в два тура. В школьном приняли участие 595 учащихся. Из них было выбрано 34 победителя, которые соревновались в региональном туре. Среди них Ульяна Филипова. Для меня все вопросы были одинаковые и вполне на них возможно было ответить. Там присутствовали вопросы, относящиеся к образованию округа, к его дню рождения. Даже был вопрос, связан с оленями, с именами оленей, находящихся в турцентре. Их называли Нарик и Марик. Победителям и призерам викторины по номинациям среди 5, 6, 7, 8 классов вручили дипломы Центра развития образования и ценные призы, предоставленные компанией «Лукойл Коми». Остальные участники также получили сертификаты и подарки от компании «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.